МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21 сентября люди только тогда поняли, что что-то вообще происходит. Есть объективная реальность. Просто каждый её преломляет и живёт в этом преломлении. Человеческий мозг, он очень дорабатывает то, что он увидел, обрабатывая ту информацию, которую он получил. Мы склонны игнорировать ту информацию, которая не совпадает с нашей точкой зрения. Если представить, что этот человек обладает огромной властью, то он, соответственно, может ретранслировать своё часто больное самолюбие. Есть какой-то период ретроградного Меркурия, который кончится, и вместе с ним всё кончится. Нельзя больше быть наблюдателем. Так или иначе, ты участник. Тебе не кажется, что люди вообще склонны жить в мире иллюзий? Привет, друзья! Думаю, за последний месяц вы тоже часто слышали этот тезис, что 21 сентября очень многие в России попрощались с иллюзиями. Иллюзиями, что происходящее в Украине их не касается. Всё это где-то далеко – на экранах телевизоров, на экранах смартфонов. И даже если это тревожно или неприятно, в целом не особо влияет на жизнь человека, на жизнь близких этого человека, если он где-нибудь в Москве или в другом российском городе живёт своей обычной жизнью. Мобилизация, пусть даже частичная и вроде законченная или приостановленная в Москве и ряде других городов, доказала прямо обратное – нет, всё, что происходит, касается практически всех. Мы недавно делали выпуск про родственников мобилизованных, и там я обратил внимание, очень многих сквозило это удивление, как это коснулось меня, лично меня. И сегодня мы решили порассуждать на эту с виду очевидную, но на самом деле очень непростую тему. Почему нам, людям, так свойственно до последнего не видеть, не верить, что что-то случилось, что что-то произошло, если это что-то нас тревожит, нам неприятно? Правда ли, что подсознательно нам всегда проще сбежать от реальности в некий иллюзорный мир, особенно в сложные времена? Как долго можно отсиживаться в этом мире? И вообще, что даёт нам основания заявлять, что кто-то там живёт в мире иллюзий? Может, наоборот, это они видят мир реальным, а мы видим что-то иллюзорное, что-то своё? В общем, этот выпуск про иллюзии и про их крушение. В психологии иллюзию определяют как искажение в восприятии того или иного признака какого-то из предметов или того или иного объекта. При этом мы должны предполагать, что что-то существует помимо нас правильно, и мы это почему-то воспринимаем неправильно, либо в силу устройства наших органов, в чувств, либо в силу влияния нашего прошлого опыта. Иллюзия – это несоответствие модели индивидуального восприятия реальной объективности. Мы воспринимаем мир опосредованно. Опосредованно. И эти сигналы, они проходят через ряд фильтров. Очки. Я надел желтые очки. Всё желтое кругом. Что касается термина «великая иллюзия сознания», то он касается нашего очень стойкого заблуждения, что нашему сознанию доступна вся информация, присутствующая в окружающем нас мире в данный момент времени. Вот всё, что происходит, мы всё замечаем, всё воспринимаем, всё запоминаем. И эта иллюзия настолько непобедима, что даже очень яркие примеры, когда мы не замечаем каких-то самых неожиданных событий или огромных изменений в окружении, всё равно не могут нас переубедить. Поэтому бессмертна будет профессия фокусника и бессмертна будет профессия карманника. Это люди, которые используют это наше убеждение по полной программе. Ну знаете, что это? Кубик, тут шесть цифр. Сейчас просто отпернусь. Ты как-то говорил, что иллюзия происходит в головах тех, кому её показывают. Да, потому что мне кажется, что человеческий мозг очень дорабатывает то, что он увидел, обрабатывая ту информацию, которую он получил. Ну то есть, условно говоря, не знаю, вы знаете такой фокус, когда ты вот типа взлетаешь, вот так приподнимаешься на 10-15 сантиметров. На полном серьёзе взрослые люди рассказывают, что он взлетел на метр. Потом через ещё год они говорят, что он взлетел на метр. Кто-то уже говорит, что ты летал над крокусом, потому что это было рядом где-то там. И вот так это работает, что люди очень дорисовывают то, что они увидели. И финальная картинка только у человека в голове складывается. А я по факту то, что показываю руками, я просто даю повод воображению у человека дорисовать это и вот то самое вот впечатление у себя в голове создать. Мы же моргаем, мы двигаем глазами. У нас нет непрерывного изображения. И поэтому появились некие анализаторы, которые домысливают, додумывают. Они додумывают непрерывность движения, например, ну 24 кадра в секунду, а мы же видим непрерывно. Это же анализаторы сами домысливают, что было между этим. Да, достраивают. Есть огромное количество оптических иллюзий. Примеры этих оптических иллюзий мы часто видим в разных соцсетях. Иногда их выдают за психологические тесты. На самом деле они все завязаны просто на нашей физиологии. В первую очередь на особенностях зрения. Например, вот этот простейший трюк. Нам кажется, что на этой шахматной доске клетка A темнее, чем B. Но если провести линию, хорошо видно, что они одного цвета. Такие иллюзии связаны исключительно с тем, как мы видим и как мозг обрабатывает полученную визуальную информацию. Но это совсем простой пример. Вот посложнее. Он основан на том, как мы концентрируемся или наоборот не концентрируемся. В 99-м американские учёные Дэниел Симмонс и Кристофер Шабри начали серию экспериментов по изучению так называемой слепоты невнимания. Один из самых известных экспериментов называется «Невидимая горилла». Что они там сделали? Они собрали две команды людей, одетые одни в белые, другие в чёрные рубашки. И они должны были друг другу передавать по кругу баскетбольные мячи. А потом позвали смотрящих, которые как раз были центром эксперимента. Их задачей было посчитать количество передач, которые сделают игроки в белом. И вот в какой-то момент на поле вдруг появляется человек в костюме гориллы. И что вы думаете? По результатам опроса после игры примерно 50% тех, кто наблюдал, не заметили ничего необычного. То есть они и так сконцентрировались на подсчёте мечей, на определении цвета рубашек, что натурально не заметили гориллу. Когда эти видео стали уже довольно-таки популярными, многие знают, что она там может появиться. Хотя на самом деле один из авторов ролика про гориллу позже снял другой ролик под названием Monkey Business Illusion. То есть как бы можете стараться, но чего-нибудь всё равно не заметите. История вся та же самая, игроки, горилла. Читатель ждёт Ушлиф Мороза, то есть ждёт появление этой самой гориллы. А в это время авторолика меняет цвет занавеса с бордового на золотой, и зритель этого тоже не замечает. Сейчас будет не фокус, просто игра на внимание. Нужно смотреть за дамой черви. Справимся? Как вот 90-е с напёрстками было? Хочу верчу, западу хочу, Алексей, где дама черви? Вот. Нормально, правильно, да? Я ещё не начал мухливать. Начинаем мухливать. Добавляю две четвёрки. Видно, они одинаковые, пики. На них не смотрите, они для отвлечения внимания. Только на даму смотрите, хорошо? Можно вашу руку вот так? Чуть пониже. Видно даму, да? Да. Переверните её. Видите, вы пропустили. Видно даму, да? Вот смотрим за дамой, Алексей. Раз, два. Что у вас в руке? Ещё раз медленно. Вот видно даму, да? Видно, даму убираю в карман. Видно, убрал? Каму убрал в карман. Видно, что здесь две четвёрки, дама нету здесь в руках. Помните, где дама у меня? В кармане. Мне же показывали. Дама здесь, в кармане четвёрка. Вот медленно. Держите руку. Видно даму посередине, да? Вот даму из середины. Я кладу вам в руку. Я щёлкаю. Это четвёрка, чтобы вы не выиграли. А в чём? Три четвёрки. Три четвёрки, да. В кармане дамы. Вот ещё раз. Даю даму. Даму дал или нет? Ну, предположим. Да, да. Вот держите руку. Видно, четвёрку кладу в руку. Что в руке? Четвёрка. Нет, дама. Последнюю четвёрку кладу. Алексей, вы проиграли все деньги. Страшная игра. Какие-нибудь специальные карты? Можно проверить. Сколько лет ты этому учился? Конкретно этого фокуса? Где-то год, наверное. Надо, чтобы человек как бы сильно туда вглупи не уходил. Просто, если человек начинает во время фокуса пытаться пойти по логической цепочке и дойти до конца, как бы разгадать, то у него это 99% не получится. И он только от этого расстраивается. И он занимается этим, вместо того, чтобы просто как бы получать удовольствие. А почему ты говоришь, что не получится на 99%? Потому что если крутой фокусник, то ну как, это нереально посмотреть с первого раза, не в записи, вблизи и понять, как это работает. Тебе не кажется, что люди вообще склонны жить в мире иллюзий? Да, наверное. Как будто бы... Да я сам даже за собой замечаю, что что-то там себе в голове напридумываю, что очень сильно отличается то, как я вижу этот мир и то, что у меня в жизни происходит, от того, что реально происходит и как оно есть. Есть объективная реальность. Просто каждый ее преломляет и живет в этом преломлении, а не в объективной реальности. Это всегда наложение объективной реальности на те фильтры, которые у меня есть. У каждого человека свои фильтры. У девочек одни, у мальчиков другие. У пожилых одни, у молодежи другие. Да, и у каждого человека. Даже два близнеца. Вот у меня двойняшки, дети. Они все время вместе. Их трудно разлучить. Но они абсолютно разные. Потому что даже то, что они сидят в разных точках, они видят мир по-разному. Один увидел одно, другой увидел другое. Идеология и пропаганда может выполнять функцию этих самых очков? Они выполняют функцию очков, которые надеваются не на человека, а на определенную группу людей. Политтехнолог Алексей Ситников участвовал более чем в 400 политических компаниях. И был политконсультантом, советником и, можно сказать, личным коучем у разных политиков, чиновников и бизнесменов. В том числе и у семьи Бориса Ельцина, у Германа Грефа и даже у бывшего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньягу. Отвечал Ситников в первую очередь за психологическое воздействие на избирателей. Вот эти все идеологические конструкты, которые мы называем мифологемами, они разрабатываются на разные группы, даже на разные регионы. Для Москвы нужен совершенно другой набор идеологем, чем для Владивостока. И поэтому мы всегда разрабатываем набор идеологем в рамках этого многомерного пространства на страну. И для каждого макрорегиона мы разрабатываем добавку, которую добавляем в местные СМИ, местным лидерам, местным политикам, местным депутатам, в местные средства массовой информации, электронные, благосферу и так далее. И вот в сумме это дает то воздействие, которое создает благоприятное представление о партии кандидате о товаре. В отношении политики в целом есть прекрасная формула, которая все иллюстрирует. Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Конечно, в ходе избирательной кампании любой политик дает неадекватные обещания. Обещания, которые выходят за пределы его возможностей, обещания, которые вообще не имеют отношения к его будущим компетенциям. Это естественно. Так было со времен Афин, и мало что в этом смысле изменилось. Другое дело, в какой степени гражданин, житель страны способен это воспринимать и принимать. Человек так устроен, что он сам наделяет какие-то объекты какими-то чертами, а потом абсолютно искренне это потребляет. И поэтому, если человек считает, что это икона чудодейственная, Алексей, она действительно ему поможет. Если он считает, что этот крестик или этот символ веры спасет ему жизнь, то он действительно ему помогает. Если он считает, что талисман приносит удачу, то он действительно будет приносить удачу. Человек сам наполняет смыслами предметы, явления, события, а потом сам эти смыслы потребляет. И если представить, что этот человек обладает огромной властью, то он, соответственно, может ретранслировать свою иллюзию. Часто больное самолюбие, часто свои комплексы. На огромное количество людей. Да, это то же самое, что если человек фальшивит, подошел к микрофону, теперь он фальшивит на зал сто тысяч человек. И люди будут в это верить, потому что перед ними власть? Да, потому что признанный авторитет. Да, потому что власть, это же признание авторитетности. И действительно, эта проблема есть. И поэтому, вот когда мои коллеги, которых я безумно люблю, с которыми я работаю уже 33 года по всему миру, ведут технологический процесс создания штабов, работы со СМИ, то я так, как психотерапевт и коуч, работаю с кандидатом, потому что любой его внутренний комплекс, любая его проблема, любое его даже состояние может стать большой проблемой для общества, для страны. Ты же еще, помимо иллюзий и фокусов, занимаешься гипнозом? Ну, занимался. Как-то я от этого отошел, более-менее, ну да. Тебя когда-нибудь гипнотизировали? Нет? Хорошо. А в чем разница между гипнозом медицинским и эстрадным? Основная разница, единственная в том, что медицинский работает в проложительное время. То есть человек приходит, его кодируют, и какое-то, и как бы это, по идее, в идеале, должно с ним там навсегда остаться. А эстрадный гипноз, он работает только вот здесь, сейчас, быстро. Там по-другому работает. Там очень много, это называется, допустим, когда я просто жму руку, говорю спать, и человек просто, ну, от неожиданности у него как бы взлетает вот эта шкала эмоциональная. Спать! Просто расслабься, все хорошо, слушаешь мой голос, все хорошо, просто слушай мой голос. Ты ему закидываешь спать, если он самнамбула, самнамбула, такие люди, мы их называем, 20% людей, которые очень подвержены гипнозу, которым прям все, что угодно скажешь, вот они будут делать. И вот если вы были самнамбулой, то вы бы сейчас... Ну, скорее всего, да. Это все равно не 100%, но скорее всего, да. А что ты можешь заставить их делать на сцене? В принципе, все, что угодно. Если человек вошел в это состояние, и мы называем это вшатать, если он вшатала, то есть если он на первое спать, если он как бы не засыпает, он просто как-то, ну, как-то в себя уходит. Он как бы все слышит, все, что происходит, он стоит ровно, он не в отключке. Но вот если он попадает в это состояние, то все, там он может все, что угодно делать. А что ты чувствуешь, когда ощущаешь, что ты можешь человека заставить сделать что угодно? Это самое ужасное ощущение, которое я когда-либо испытывал, и это единственная и основная причина, по которой я перестал это делать. Поясни. Мне было очень, как сказать, дискомфортно осознанно подавлять волю другого человека. Я очень плохо себя чувствовал в этот момент. Этически? В чем? Да, да, да. Просто, чтобы это работало, нужно быть максимально уверенным в том, что ты делаешь и как ты это делаешь. Например, как у меня это в первый раз сработало? Я этому научился, мне нужно было приехать на выступление, и мой реквизит уехал в другую сторону. И я получил, что я приехал на выступление, и мне нужно было по-любому выйти на сцену, но у меня не было вообще ничего с собой. И это был выпускной, и в принципе, не самая сложная была публика. И я вышел, думаю, ладно, попробую, от гипноза не нужно ничего, ни реквизита, ничего. И я прям беру девочку, я никогда в жизни этого не пробовал, я только прошел курс, я беру девочку, я говорю, ты закрываешь глаза, и ты не можешь их открыть. Чем больше ты будешь пытаться их открыть, тем меньше будет получаться. И я смотрю, что она реально не может их открыть, она искренне пытается их открыть. И я сам про себя думаю, господи, ну ты что сумасшедшая, ну что с тобой, ну открой глаза, ну ты же можешь их открыть. А сам говорю, ты не можешь их открыть. И она не могла их открыть. Потом я говорю, «Ты забудешь своё имя?» Я говорю, «Как тебя зовут? Я не помню». И это не очень экологично по отношению к человеку. Потому что нужно уверенно загонять человеку эти вещи. Я могу предположить, что наоборот есть люди, которым это нравится. Конечно, есть люди, которым это нравится. Безусловно, да. То, что произошло в 19-м, 20-м, 21-м, разрушило представление людей о том, что они понимают, что происходит. Люди растерялись. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет кто-то другой. Вот когда у человека есть мировоззрение, то пришедший через СМИ факт, ему есть куда положить в голове. И тогда информация становится знанием. Если нет вот этой мировоззренческой картины общей, то найденный и пришедший факт человеку некуда положить. И это не становится знанием. А раз не становится знанием, то очень трудно из этого сделать убеждение, позицию, собственную точку зрения. И вот возникает состояние, когда человек не понимает, что происходит, и тогда он очень подвержен внешним влияниям. Тогда он верит людям, которые называют себя авторитетами, про которых написали, что «а вот ведущий специалист по инфекциям», «а вот политический обозреватель». И люди попадают под влияние пропаганды. Я ещё когда работал на федеральном телеканале много лет назад, я ещё там помню выражение было в ходу «Первая жертва пропаганды – сам пропагандист». Что это значит, с вашей точки зрения? Во-первых, человеку свойственно уважительно к себе относиться, и человек дискомфортно себя чувствует, когда он делает не то, как сам считает нужным. И поэтому сам пропагандист, если он не совсем циничен, если для него это не просто зарабатывание денег, он сам себя оправдывает в том, что он делает благое для людей, то, что он делает это правильно. Кроме того, они так много говорят, что этот кандидат или эта партия хорошая, мало того, они же должны это как-то оправдать своей семье, что он занимается не против, нет когнитивного диссонанса, делаю одно, а считаю по-другому. То есть сознание само подводит к тому, что человек искренне поверит в это все. И дальше уже будет невозможно отличить. Называется «обманываться рад». Конечно, человек должен верить в то, что он говорит правду, и что он действует во благо, чему бы то ни было, что он вообще прав. Или если он не прав, то у него есть раз, два, три, четыре, пять, десять тысяч извинений. Помните, может быть, Ваня Карениной в Ронске садится разбирать свои дела, свои долги и доходы, и с самодовольством думает, что он еще большой молодец, он здорово удерживается. На плаву другой в его ситуации давно бы запутался. Понимаете, когда мы видим себя, то мы знаем, что сегодня лучше, чем вчера, что вот там опять же была тарелка не помытая, я ее помыл, вот теперь она чистая, я молодец. Другой бы ни за что бы не справился. А вот этого я не могу, потому что я тут весь окружен какими-то препятствиями непреодолимыми, и я еще в этих условиях неплохо справляюсь. А другие люди представляются нам свободными, поэтому мы смотрим на них и думаем, а что это они написаны? Почему они не увольняются, не заявляют с экрана, что они против войны, а почему они все не самоубьются? А вот этот человек внутри, если его спросить, это я-то старик, я бы, что там еще я не понимаю, я все понимаю, или там популярный экскьюз, если не я был бы на этом месте, то тут были бы солдаты НАТО, тут были какие-нибудь еще бы совсем уж какие-нибудь жуткие. Когда Андрей Архангельский пишет, что выбор меньшего из зол привел просто к умножению зла, то есть мы все время выбираем зло в этой позиции. Гордимся, поздравляем себя с тем, что мы выбрали меньшее зло, но при этом общее количество зла только возрастает. Человек нормальный, живущий сейчас, он должен ставить перед собой вопросы добра и зла, и где он находится в этой позиции. Американское кино обязательно заставляет человека ответить на этот вопрос. Наше кино по привычке выносит зло вовне. То есть зло – это где-то снаружи, за границей. Мы все добрые. А правда в истории, в том, что ты считаешь нас самой важной страной. Это твои слова, это при том, что мы существуем едва 50 лет. Вас хорошо учат, Юра. Это действительно правда. В советском искусстве в основном речь шла о борьбе хорошего с очень хорошим. Потому что советский человек, в общем, особенно плохим быть не может. А если он плохой, то он, значит, иностранный шпион, его там разоблачат каким-то образом, или он какой-нибудь там тоже плохой преступник. Это всё считалось замечательным, добрым искусством и противопоставлялось западному искусству, полному насилию и жестокости. Но это вырастило поколение людей, которые вот этого льонка и черепаху-то только и смотрели до седых волос. И в результате, оказавшись на свободе, вот они, воспитанные на этом бесконечном потоке добра, себя-то и проявили, да, вот эти советские люди. Конец 80-х, начало 90-х. Пока там наиболее ретивые не поубивали друг друга, это всё довольно бурно выглядело. На самом деле до середины двухтысячных наша сверхвысокая преступность, в том числе, организованная. Если вспомнить рубеж 80-х и 90-х, в котором вполне реалистичными, прямо соседствующими с тобой были Шпировский, Чумак. Во время сеанса будут сняты болевые ощущения. Надежды на проекты типа МММ, надежды на, так сказать, запад, который нам поможет. Сегодня, при том, что иллюзии, и мифы, и искажённое представление о реальности остаются фактами, новая ситуация, конечно, стала намного более благоприятной. Люди более циничны, и в данном случае это благоприятно. Вы имеете в виду, что они стали объективнее оценивать реакцию? Конечно. Более циничны, более рациональны, больше считают. Дело здесь не только в деньгах. Считают, взвешивают разные обстоятельства, советуются. Что называется, на мякине не проведёшь. Вот мы помним, много есть произведений, фильмов про предреволюционную Россию. Там был огромный всплеск интереса к оккультизму во всех его проявлениях. При русском дворе появлялись всевозможные предсказатели, ясновидцы, магнетизёры, святые, оккультисты. И у всех было ощущение грядущей катастрофы. Связано ли это чувство неуверенности, ощущение надвигающейся какой-то угрозы с запросом на оккультизм, астрологию, безотерику? Да, именно поэтому это происходит и сейчас. Вам кажется, сейчас это выше, чем, скажем, в 90-е годы? Трудно сказать, потому что в 90-е годы мы жили в другом мире. Ну, не было социальных сетей, например. Но это происходит сейчас? Сейчас, да. Могу сказать, что после ковида сейчас люди в основном идут не психотерапевтом, а к оккультистам, магам, гадалкам. Почему? Знахарям. А потому что люди приходят с вопросами, а что будет, а психолог, коуч не может им сказать, что будет. А им нужен вот как раз ответ, а куда, что будет в дальнейшем. Соответственно, у них нет ответа, никто не может им рассказать, куда мы идём. Поэтому они очень волнуются по поводу будущего, своих родителей, детей, себя. А профессионал уже на этот вопрос никогда не ответит. Астролог или гадалка создают для нас специально чуть-чуть более понятный и предсказуемый мир, чем на самом деле. Вот, собственно говоря, человеку невероятно трудно жить в условиях неопределённости. Когда астролог или гадалка выкладывает свой прогноз, она, по сути дела, создаёт для нас такие условия локальной определённости. Дальше будет вот это, а дальше будет вот это, вот это и вот это. И задаёт сразу для нас некоторую траекторию движения. Я хочу на этой мысли на секунду остановиться, потому что она лично мне очень близка, очень для меня показательна. Для многих людей, как мне кажется, и по моему мнению, чем человек сложнее, тем это ярче проявляется. Основой внутреннего спокойствия является план. То есть наличие плана. Страшнее всего, когда ты не понимаешь, что делать. Когда что-то произошло и всё, кругом тебя хаос, ты не знаешь, как из него выйти, куда направиться. Выход из этого состояния, для меня лично, он очень рациональный и даже механический. Составить план действий. Окей, вот здесь я сейчас, примерно вот туда я хочу попасть, значит нужно сделать первое вот это, второе вот это, третье вот это. Вот когда я вижу перед собой такой план, я уже могу сосредоточиться на нём и отвлечься от того хаоса, в котором лежит окружающий мир. Не знаю, возможно, у многих из вас тоже так. Мне лично это всегда помогает. Но тут важно помнить, что нет универсального рецепта. Люди очень разные. Многим сложно самим составить себе план. Им действительно нужна помощь со стороны. А где её взять? Вот хороший вопрос. К астрологу, как к попам, как к психотерапевтам, они идут же, когда всё хорошо. Когда у тебя всё хорошо, тебе и так замечательно. Когда вокруг в мире происходит какой-то ужас, апокалипсис и с тобой что-то происходит, тогда ты пытаешься за что-то схватиться и пойдёшь в любые клубы любителей Таро, в кристаллики кварца будешь себе искать, покупать, в пупочек засовывать. Пускай только хотя бы это поможет. А астрология же даёт надежду на чудо, что есть какой-то период ретроградного Меркурия, который кончится, и вместе с ним всё кончится, всё чудовищное, что сейчас происходит. И Наташка наконец-то перестанет меня обижать, и какой-нибудь парень мне наконец-то бывший позвонит. Чаще всего иллюзии мы связываем с личными отношениями. Как правило, про крушение иллюзий говорят в связи с неудачным выбором партнёра. В этой связи, наверное, очевидный вопрос. Когда мы влюбляемся в человека, встречаем человека, мы можем назвать этот момент созданием иллюзии, когда мы… Часто приходится слышать, человека наделяем качествами ему несвойственными, и эти качества в нём и любим. Да, я думаю, что в целом влюблённость – это некоторая иллюзия, в которую мы оба верим, в которую, возможно, мы оба играем и оба получаем удовольствие. И достаточно большое количество времени эта иллюзия может быть абсолютно реальной. Какое количество времени? Разные теоретики и практики по-разному считают и отсчитывают этот период. Кто-то говорит от трёх месяцев, кто-то говорит до трёх лет. С точки зрения человека, которого мы представляем или придумываем, это действительно некоторая иллюзорная, идеализированная такая фантазия, которая приукрашает, которая дополняет, которая собирает некоторый образ, который мы очень сильно ищем или в котором мы нуждаемся в зависимости от наших внутренних дефицитов или полученных детских травм. Проекция. Проекция чья? Наша внутренняя. То есть я проецирую какую-то часть себя и свои нерешённые проблемы на человека и вижу в нём решение этих проблем? Абсолютно верно. Либо мы ищем и очарованы травмой, и идём за этой травмой в эти отношения. То есть я умею, травма детства какая-то, родители, всё такое? Да, либо тот ресурс, в котором мы нуждаемся, либо те качества, в которых мы также нуждаемся, которые были потеряны где-то, так называемые теневые. А в какой момент происходит создание этой иллюзии? Как быстро и, главное, где? В подсознании мы видим человека, встречаем или в сети его встречаем? В какой-то момент? Вначале нам всегда кажется, что любовь – это когда мы очень похожи, мы очень едины, мы в одном такте. Конечно. И когда мы находим, мы сначала помещаемся вот в это пространство, в эту реальность, там ищем себя, а потом обнаруживаем, что-то обнаруживаем, да, и где-то себя обнаруживаем. Мы также обнаруживаем рядом с собой другого, который тоже ищет себя. И это всегда другой человек, нежели то, что мы придумали. Просто в зависимости от количества травм он будет категорически другим или более или менее другим. И в зависимости от нашей наполненности, зрелости, способности как-то рефлексировать внутренний процесс, мы либо можем с этим как-то справиться, договориться, познакомиться заново, либо мы будем разочарованы тотально и поймём, что это не то, что мы искали, и будем искать следующее. А почему в подавляющем большинстве случаев это именно второй вариант? Почему, столкнувшись с крахом иллюзии, люди чаще всего расстаются? Как правило, потому что сейчас или в наше время у людей очень низкая культура эмоционального взаимодействия друг с другом и достаточно низкий эмоциональный интеллект. То, что сейчас мы все будем вынуждены развивать буквально принудительно, потому что это необходимый залог не только психологического, но и вообще буквально физического здоровья. Эмоциональный интеллект – это что? Это способность распознавать свои чувства. Это способность их каким-то образом выдерживать внутри себя, не сливать, не скидывая ответственность, не делая другого человека виноватым за всё, что происходит. Это способность к эмпатии, когда я могу понять и распознать, что рядом человек тоже что-то чувствует и иногда чувствует совсем другое, нежели я. Люди с определённым состоянием, с тем, когда они помещены в определённые условия, с тем, например, когда большое количество стресса или большое давление внешней среды или большое количество неопределённости и непредсказуемости, что это делает с человеком или людьми. Любые подобные тенденции заставляют людей тратить огромное количество ресурсов и своей жизненной энергии на то, чтобы не видеть, не слышать и справляться с этим. Энергия не бесконечна. И если это очень массировано, то человек постепенно выжигает, выжигает, выжигает эту энергию. Он попадает буквально в эмоциональное истощение и стресс. Человек начинает становиться более жёстким, более агрессивным. Он настаивает на своей точке зрения, он вкладывает огромное количество сил, энергии и агрессии в то, что пытается донести. Либо, наоборот, эта агрессия поворачивается против себя. И мы видим людей, которые начинают болеть, уходить в себя, изолироваться. Потому что психика идёт либо так, либо так. «Опыт войны», или как её в России называют «специальной военной операцией», в кавычках, да, он совершенно непривычен для нашего поколения. И мы не можем найти опоры. То есть мы не можем найти никаких примеров из прошлого, даже наших родителей. То есть это нечто неожиданное, непрограммируемое и непредполагаемое. Нечто совершенно ужасное и опрокидывающее вообще нашу жизнь. В итоге мы сталкиваемся с тем, что мы сталкиваемся с отчаянием. Этот опыт отчаяния, он чем важен? Тем, что человек, оказавшись в этой ситуации, он оказывается без подпора. Он оказывается наедине со своим правдивым «я», а не тем, который был придуман. То есть мы что-то себе придумали в прежние годы мирные, что-то о себе возомнили, то есть рисовали себя, как это вводится, как Толстой говорил, рисовали о себе нечто большее, чем мы являемся на самом деле. Этот опыт отчаяния как бы возвращает нам самим наш подлинный портрет. Он говорит, вот чего вы все стоите, вот какие вы на самом деле. Как не дать этой травме пожрать себя и пожрать всё то, что у вас было? Все ваши накопленные социальные связи, так сказать, мудрость ваших лет, ваш профессиональный опыт, в конце концов, ваши какие-то навыки нормального общения с людьми. Мне кажется, важно всё-таки держать полярную звезду в голове, держать в голове понятие о нормальном. Люди, оказавшиеся в тяжёлой, трагической, сложной, непривычной для себя ситуации, имеют склонность думать, что вот эта вот, так сказать, искажённая физиономия, которую они в этот момент видят, как в зеркале, так и в внутреннем взоре своём, это и есть их истинное лицо, которое выявилось в трудных обстоятельствах. К этому нас побуждает наша культура. Труизмы типа «друзья» познаются в беде. И общая настроенность на то, что мирная жизнь, есть только некая подготовка к катастрофе, которая непременно произойдёт. Это одновременно высмеивается в распространённых анекдотах, типа «а вдруг война, а я усталый», да? Но, тем не менее, это какая-то довольно важная струна в нашей, так сказать, общенациональной балалайке. И звучит она в душе, в общем, каждого. Поэтому, когда беда приходит, человек, травмированный этой бедой, думает, что травма – это и есть его настоящая сущность. Если переходить в более возвышенный регистр, то это вот он, мой тулон, как думает князь Андрей в «Войне и мире». Кстати, если вы вспомните, автор мудрый нам показывает, что тот момент, в котором эти торжественные надежды питают, это совершенно никакой не его тулон, у него вообще не случается тулона, и его, скажем так, душевное развитие идёт совершенно другим путём. Вот эти мечты о военной славе, это подражание Наполеона, оказывается, в общем, некой шелухой, которую он сбрасывает, глядя в высокое и вечное небо Аустерлиц. Давайте поясню. Князь Андрей Балконский мечтал о своём тулоне. Тулон – это французский город, но в данном контексте имеется в виду военный подвиг, потому что именно с осады Тулона в 1793 началась карьера и слава Наполеона. А как мы помним, князь Андрей у Толстого восхищается им и хочет быть на него во всём похожим. Но вот князь оказывается на поле битвы под Аустерлицем, получает там ранение, лежит на земле и, глядя в бесконечное небо над головой, вдруг осознаёт, как ничтожны в сравнении с этим небом и Наполеон, и он, Андрей, со своей тягой к мирской славе. Но Толстой, конечно, не был бы толстым, если бы мотивации его героев были такими простыми, такими односоставными. Нет, Балконский идёт на войну не только за Тулоном. Он идёт потому, что ему наскучила его жизнь, ему наскучила общество, ему наскучила его жена. Там, когда Пьер Безухов спрашивает его, для чего он идёт на войну, Балконский отвечает «Для чего? Я не знаю, так надо». Вот это «надо, надо так надо» мы много раз слышали за последний месяц. Именно так часто говорили люди, которых снимали в очередях у военкомата. Сейчас не будем брать тех, кто идёт воевать по внутреннему зову, по убеждениям. Про остальных было много комментов, что это такая покорность судьбе. Сказали идти иду. Но я вот тут недавно прочитал суждение, которое меня совершенно потрясло, что на самом деле для многих людей это никакая не покорность. Это, наоборот, возможно, главное, пусть и вынужденное, но главное решение в жизни, которое вошло к этому моменту в такой порочный круг. Знаете, там нелюбимая работа, проблемы в семье, маленькая зарплата, кредиты, разочарование. И тут неожиданно вот такой шанс всё разом прервать и лицом к лицу столкнуться с главным из возможных вопросов. Вопросом жизни и смерти. Это, конечно, во многом говорит о том, как человек обустраивал свою жизнь до этого. Ну вот у нас совершенно за 30 лет, по-советских, у нас совершенно не было пропаганды здорового образа жизни, если хотите. У нас совершенно отсутствовала пропаганда счастье человеческого, извините за простое слово. Вот у нас человека не научили счастливиться, у нас не научили человека быть и хотеть быть счастливым, наслаждаться счастьем. То есть вот у нас не было совершенно рок-н-ролла. Настоящее – это, собственно говоря, и есть настоящая, настоящая может быть твоя жизнь, твой утренний кофе, твоя газета, твой отпуск, твоя рыбалка, я уж не знаю, ну там работа на даче, у нас это каторга обычно, да? Ну вот как бы наслаждение утренним, летним днём. И это вот всё настоящее, ребята, хочется сказать. Хочу вас спросить про так называемый эффект эхо-чембера. Это когда ты сидишь в социальной сети, все 150 или 350 твоих друзей выражают какое-то мнение, и тебе кажется, что весь мир так думает. Насколько это значимая вещь в формировании иллюзии у современного человека? Ну конечно, не обязательно иметь 300 или 500 подписчиков, что-то считающих. Достаточно посадить 5 человек, нарисовать на стене круг, впустить человека, который не знает, что мы договорились, и сидеть обсуждать, какой ровный квадрат. Алексей, самое смешное, что он будет видеть квадрат. Да ну. Просто потому, что ещё там 5-6 человек в этой же комнате говорят, что это квадрат? Они абсолютно уверены говорят, какой красивый квадрат, нарисован круг, он видит квадрат. Не думает, что видит. Может, просто человек стесняется, признается, боится оказаться... Нет, в том-то и дело, что он абсолютно убеждён. Он потом жизнь отдаст за то, что это был квадрат. Наверняка многие слышали об очень известных экспериментах такого польско-американского психолога Соломона Аша, который ставил перед участниками своих экспериментов очень простую задачу. Он показывал им некоторую эталонную линию и давал три другие линии, прося выбрать ту, которая по длине равна эталонной. И, в общем, это была очень простая задача, потому что три других линии довольно заметно отличались друг от друга по длине. И вот представьте, сидит там 10 таких человек, и вы, и вас спрашивают, а какая линия равна вот этой? И вот они все говорят, что самое длинное. Один, другой, третий, четвёртый. И с очень высокой вероятностью вы ответите так же. Я могу не переставать видеть, что на самом-то деле эта линия отличается. В отличие от настоящих зрительных иллюзий, оптических иллюзий, когда мы реально воспринимаем линию не такой длины, или прямую линию искривлённой, или вогнутый предмет выпуклым и так далее. Помимо огромного количества экспериментов, которые подтверждают, что мнение окружающих заставляет человека не признавать очевидного, есть ещё один хороший кейс, хочу вам про него рассказать. Он подтверждает, что бывают ещё и искажённые коллективные воспоминания и восприятия. Его назвали эффектом Манделлы. Этот термин придумала исследовательница Фиона Брум в 2009-м. Мы, кстати, недавно на канале редакции «Наука» про это очень подробно рассказывали. Если коротко, эта исследовательница ездила на фестивали, там общалась с разными людьми в кулуарах, и вот зашёл разговор про Нельсона Манделлу, борца за права человека в период апартеида в ЮАР, который 27 лет просидел за решёткой, а потом в 1994-м, освободившись, стал президентом своей страны. И сама Брум и её собеседники были уверены, что видели похороны Манделлы, которые вроде как транслировали по телевидению. И многим даже казалось, что они помнят, что в новостях сказала на тех похоронах же его жена, вдова Манделлы. На самом деле Манделла был жив. Он умер только в 2013 году в кругу семьи. И потом специально стали проводить опросы, исследования, и было подтверждено, что этот тезис, что Манделла умер, действительно популярен. Хотя он был жив на тот момент. Вот такая массовая коллективная ложная память. Мы фактически стверяем наши как бы воспоминания, в данном случае ложные, вживлённые, какие угодно, с воспоминаниями других людей. И по сути взаимоподкрепляем. Если не только я помню, но кто-то помнит, наверняка так оно и было. В 60-е годы исследователи описали ещё одну особенность, на этот раз нашего тоже невосприятия. А мышление, да, это тенденция стремления к подтверждению своей точки зрения. Да, если у нас есть некоторая гипотеза, и мы хотим её проверить, как правило, мы будем подбирать факты, которые её подтверждают. Хотя настоящая как бы логическая научная стратегия это искать опровержение. Если мы опровержение не находим, значит, наша гипотеза верна. В этом плане, да, мы склонны игнорировать ту информацию, которая не совпадает с нашей точкой зрения. Давайте тоже не будем себя, так сказать, принудительно инфантилизировать. Мы живём на белом свете первые десятки лет. Мы работаем и работали в разных структурах. Мы не то, чтобы заперты в башне слоновой кости всю свою жизнь. Потом, в конце концов, говоря о себе, о своём профессиональном круге, мы владеем некоторым объёмом данных, которые продолжают поступать. У нас есть исследования, у нас есть опросы, у нас есть картина меняющихся ценностей, у нас есть статистика по насильственным преступлениям, по потреблению алкоголя, у нас есть разбивка по профессиям. Поэтому, если речь идёт о, ещё раз повторюсь, сиюминутных политических мнениях, то есть о сиюминутном. Да, могут быть очень большие различия, но некоторое реалистическое представление о том, что такое население России, у нас есть. И мы знаем, ещё раз повторю, его демографический состав, и те взгляды, и, что ещё важнее, те поведенческие практики, которые этим людям свойственны. Какие, на ваш взгляд, сейчас самые большие иллюзии, которые витают над нашими соотечественниками? Основные иллюзии, они вытекают из патерналистских настроений. То есть веры в то, что государство, власть, система поможет в любом случае, несмотря на то, что активистская часть населения, так её назовём, тех, кто готов работать, тех, кто готов основывать свой бизнес, тот, кто вкалывать и добиваться чего-то. Вот она намного больше на самом деле. И тем не менее, всё равно, эти иллюзии, патерналистские, прежде всего, они остаются. Есть большая группа иллюзий, которую я бы назвал иллюзия неисчерпаемости. Это иллюзия неисчерпаемых ресурсов нашей страны, богатство тоже. Это основано, прежде всего, на богатствах недр. Такого рода иллюзии, они и позитивны, потому что они помогают не беспокоиться. Но здесь, естественно, есть и негативный аспект, потому что в критический момент возникают слухи, возникает ощущение, что всё пропало. Это традиционное русское, пан или пропал. вспомним 1941 год, когда только произошло вторжение, сколько было надежд, основанных на том, что на пропаганде и вообще на впечатлениях, на каком-то даже знании о состоянии нашей армии, о том, что мы быстро дадим отпор, будем действовать на чужой территории и так далее. И быстро буквально к октябрю это всё переросло в панику. Известны панические настроения в Москве в середине октября, когда все бежали, побросали секретные документы. Иллюзии помогают довольно часто, но когда они сталкиваются с реальностью лоб в лоб, вот так жёстко, иногда это в нашей стране бывает опасно. И так уже было в нашей истории не раз. В каких ситуациях происходит расставание с иллюзиями, крушение иллюзий? Что должно произойти для этого? Только когда человек сталкивается сам физически и видит, что то же самое происходит вокруг с конфликтом его представлений и реальным миром. То есть то, что называется когнитивным диссонансом? Когда он понимает, что то, как он считал, точно не соответствует действительности, он только что лбом в это уперся. Когда он видит, что его действия в картине мира, созданного им самим, либо пропагандой не приносит того результата, на который он рассчитывал, вот тогда он начинает задумываться, что может быть все не так, как я считал, как думал, и может быть те, кому я верил, меня обманули. Когда начали разоблачать Кашпировского, вы не представляете, сколько народу пришло к психотерапевтам, к нам, с тем, что пропали эффекты его сессии. То есть просто внутренний голос стих и все перестало работать. Что? Ах! И тут же все эти болячки оказались в активной фазе. И тут же вся психосоматика сработала. И тут же вдруг опять по новой начались эти боли, пуземы, то есть, послушайте, это вот крушение иллюзии, оно же может произойти, судя по тому, что вы говорите, довольно быстро и достаточно неожиданно. Ну, по Кашпировскому это было в одну неделю. Как только убрали с телевизора и началась критика, просто шквал обращений от пациентов, что... Что-то не так. Что оказывается это все как бы было не настоящее. Самое главное, что это на уровне физиологии, на уровне просто болезней тут же всплыло. То есть это не просто он так подумал, он увидел, что у него опять начались те проблемы. Он посмотрел на квадрат и увидел, что это круг. 21 сентября для, скажем так, широких масс граждан стало тем, чем 24 февраля было для образованного сословия. Как ни удивительно это может показаться, люди только тогда поняли, что что-то вообще происходит. До этого действительно вся специальная военная операция подавалась внутри России именно как специальная, осуществляющаяся специальными людьми за специальные деньги где-то там. За этим надо следить по телевизору, можно уже особенно и не следить. Мы видели меняющиеся уровни внимания к новостям с Украины. Мы видели, как, например, в течение лета это внимание снижалось, одновременно снижалась тревожность и, в общем, росло одобрение всего происходящего. То есть люди перестали до такой степени обращать на это внимание. Повысился потребительский оптимизм, улучшились ожидания. 21 сентября не только нарушила вот этот старый договор деполитизации и демобилизации, которые вообще автократии современные заключаются своими народами, но и нарушила более недавнюю привычку, более свежую, только установившуюся привычку к вот этим военным событиям, которые вроде как не нарушают привычного хода жизни. Что касается иллюзий, ну, конечно, грандиозная иллюзия постсоветского человека на протяжении большого количества времени состояла в том, что он всегда ни при чём. То есть он всегда наблюдатель. прощание с иллюзиями состоит в том, что нельзя больше быть наблюдателем, что так или иначе ты участник или соучастник происходящего в зависимости от трактовки. В каком-то смысле жизнь напоминает о том, что она реальна, о том, что она буквальна. Всё, что нереально, всё опасно. Если речь идёт о жизни, ты просто себя обманываешь по факту и что от этого получится вообще. И рано или поздно ты всё равно столкнёшься с тем, как есть на самом деле? Мне кажется, да. Ты же не можешь до конца, до самого победного конца себя обманывать. В какой-то момент же если обман, то он вскроется. Любой обман всегда вскрывается, даже если это сам обман. Редактор субтитров А.Семкин